Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я знаю, вот ради статистики, ради интереса, просто посмотрите, зайдите на это видео через какую-нибудь неделю. Это видео получит очень мало просмотров, и оно, что называется, канит в лето. Вот прямо-таки кто-то заинтересован на это видео посмотрит, скорее всего, мамочки маленьких детей. Именно им это видео я и адресую. Ну и потом алгоритмы Ютуба никогда это видео не подхватят, прежде всего, потому что изначально оно получит мало просмотров. Ну и потому что вот подобная тема на самом деле на Ютубе, а Ютуб это не что иное, как поисковик, она не очень, видимо, запрашиваема. Хотя для меня это удивительно, потому что речь пойдет о том, как я смогла со своими тремя детьми раз и навсегда забыть о том, что такое отиты, забыть о том, что такое сильный, грудной, мокрый, как мы это называем, кашель. Как мне удалось это сделать, именно об этом видео я и расскажу. Итак, отмотаем пленку немного назад, примерно на полтора года назад. Полтора года назад я начала свой первый гречневый марафон, и скоро я начну еще один свой гречневый марафон. Он начнется в понедельник. Единственное, что мне нужно уточнить число, это будет либо 12, либо 13 января, потому что одна моя зрительница совершенно точно и справедливо мне написала под одним из многочисленных видео о гречневом марафоне. Яна, начинайте в следующий раз ваш гречневый марафон на стареющую, на убывающую луну. Я как человек, который много раз убеждался, что имеет смысл определенные действия делать на растущую луну, определенные действия делать на стареющую луну, в этот раз обязательно сверюсь, и я на самом деле это уже сделала, именно поэтому возникает вот эта дата, 12-13 января, мне, повторюсь, нужно уточнить. Так вот, я начала свой первый гречневый марафон, который для меня продлился, наверное, полтора месяца. Потом я к гречке добавила свежие овощи, и для меня этот марафон прошел очень-очень легко. И одним из основных и быстрых, скажем так, одним из основных и быстрых моих выводов с этого гречневого марафона примерно через 10 дней, а возможно даже раньше, был тот простой факт, что я смогла избавиться от многолетней заложенности носа. Эта заложенность носа была со мной уже всегда, и настолько была сильной, что даже две последние беременности я принимала капли, которые в Италии нельзя применять во время беременности. Это сосудосуживающие капли. Считается, что в микродозах они могут, эти капли, проникать вообще в организм женщины и сужать, в том числе и сосуды, на плаценте. Вообще с сосудосуживающими каплями в Италии все очень строго. Эти капли запрещены к использованию детям до 12 лет, то есть даже не до 6 лет. В то время как в России те же самые препараты, например, ринофлуимуцил, он называется в России, если я не ошибаюсь, ринофлуимуцил, он называется в Италии, тот же самый препарат с теми же самыми составляющими, с теми же самыми ингредиентами, если так можно сказать, в фармацевтическом препарате, в России разрешен детям, если не ошибаюсь, после 3 лет. В Италии совершенно точно он разрешен с возраста 12 лет по тем же самым причинам. Нельзя в определенном возрасте, в определенных состояниях пользоваться сосудосуживающими препаратами. Так вот, несмотря на все риски, о которых я знала, я просто не могла спать без этих капель. И в общем-то эти риски, что называется, я брала на себя. Хотя, если бы я обладала той информацией, которую обладаю сейчас, я бы, конечно же, этого не делала. Тогда все-таки я недостаточно серьезно к этому отнеслась, потому что не понимала, что действительно происходит. Так вот, я смогла избавиться от заложенности носа и больше никогда, внимание, полтора года прошло с того момента, никогда я не брала капли в рот, капли в рот, капли в нос никогда не капала, на самом деле это был спрей. Просто потому, что я раз и навсегда исключила молочные продукты. И как раз-таки кто-то из зрителей мне написал, Яна, вот эта заложенность носа у тебя ушла. Не потому, что у тебя организм стал очищаться, а как раз-таки потому, что ты молочные исключила. Недавно мы были, хотя сколько недавно, наверное, два месяца назад, я тоже озвучивала, что мы были у педиатра как раз-таки с габрюшечкой, который незадолго, вот до того, как я начала эту гречневую свою диету, также был вынужден вместе со мной пойти к врачу, потому что у него случился очень сильный отит. А до этого, за несколько месяцев до этого, у него был внутренний отит. Кто не знает, что такое внутренний отит? Внутренний отит, это когда скапливается жидкость, а иными словами, это может быть даже гной в нашем понимании, он скапливается за барабанной перепонкой, именно поэтому называется внутренний отит. Внешний отит, это отек после барабанной перепонки, а внутренний отит, это отит до барабанной перепонки. Происходит давление очень болезненно на барабанную перепонку, это жидкость, которая скапливается, выходит под давлением, образуя, под этим давлением образуется маленькая дырочка, маленькое отверстие в самой барабанной перепонке. Это очень болезненно. Дети с таким отитом очень сильно плачут, они кричат от боли и не всегда обезболивающее им полностью убирает эту боль. Самое интересное, что этот внутренний отит нельзя диагностировать до того, как не начнет выходить эта жидкость. И, соответственно, применение антибиотиков тоже ни один врач тебе не назначает, потому что непонятно, что происходит с ребенком, в особенности, если он очень маленький. И чем эти отиты опасны? Они опасны тем, что если они повторяются, то вот эти микрозаживления могут образовать уплотнение самой барабанной перепонки, либо она вообще перестанет заживать. У одной моей подруги итальянской с ребенком вот такое было, там было всегда отверстие барабанной перепонки. Если я правильно поняла ситуацию, так вот может образовываться постоянно чикотризационный, то есть постоянно микрозаживление, которое уплотняет барабанную перепонку, и ребенок может получить серьезное осложнение для слуха. Поэтому мы обратились снова к педиатру. У нас не было внутреннего отита, но педиатр, посмотрев на нас, нашу историю болезни, совершенно точно сказал нам, что мы должны показаться в ПАДУ. У нас в ПАДУ и большая педиатрия специалисту, который, в общем-то, и примет решение удалять аденоиды габрюшечки. На тот момент ему было, если не ошибаюсь, 5 лет. Либо можно, что называется, подождать, также учитывая тот факт, что у Габриэля очень узкая вот эта часть. Меня педиатр сразу спросил, ваш ребенок храпит ночью, я сказала, да, очень сильно. У него узкий проход, соответственно, минимальный отек, дает сразу заложенность носа, жидкость не выходит. И очень узкая вот вообще нижняя часть лица. В общем-то, он мне объяснил, что у нас есть все показания к удалению аденоидов, вот прямо-таки в ближайшие 2 месяца, и дал нам направление. Я его спросила, как мне можно обезопасить своего ребенка. На что он мне сказал? Промывание носа. И вот здесь мы подходим к двум основным моментам, которые позволили мне раз и навсегда забыть об отите, о скапливании вот этого катару, как это называется, слизи, как мы говорим, которая на самом деле может привести ребенка к отиту, гаймориту, либо к бронхиту. Я, например, раньше не знала, что заложенность носа, она потом, что называется, куда пойдет. Пойдет выше, мы получим гайморит отит, пойдет ниже, мы получаем бронхит. Мне казалось, что это совершенно не связанные между собой процессы. Так вот, промывание носа, сказал мне доктор, вам поможет контролировать, по крайней мере, ситуацию, не допускать и не запускать ее. Действительно могу сказать, что это так. Мы промывали нос в течение целого года, даже есть видео на канале, как промыть ребенку, где Габи показывает, согласился показать, как я ему промываю нос. Я все это засняла. Могу сказать, что да, это помогало ситуацию держать под контролем. Но все изменилось, и мне, кстати, пишут зрители, за что им большое спасибо, кто последовал моему совету, у своих детей убрал молочные продукты просто на какие-нибудь 10 дней, чтобы посмотреть, работает этот метод с их ребенком, либо не работает. И вот второй момент, который помог мне, я в этом уверена, решить, точнее, проблему насморка, заложенности носа, которые, кстати, очень часто мы не понимаем, мы, молодые мамы, неопытные мамы, не понимаем, что насморк может быть проявлением вирусной инфекции, тогда жидкость из носа прозрачная, либо белого цвета непрозрачная, но насморк может быть проявлением также бактериальной инфекции, которая наслоилась на вирусную, тогда то, что выделяется из носа, имеет вот такую прямо-таки зеленую, зеленую, яркий окрас, наверное, так можно сказать, либо желто-коричневый, ну, вообще-то, я думаю, что, опять же, любая мама маленького ребенка прекрасно себе представляет, какая может быть жидкость у его ребенка. Кстати, вот эта слизь, которая выделяется, либо которая вот-вот начнет выделяться, вот этого зеленого, либо коричневого, либо желтого оттенка, она у ребенка начинает, если вы начнете его целовать, у ребенка либо изо рта, либо прямо-таки в районе носа начинает уже иметься запах характерный, я думаю, что тоже любая мама прекрасно понимает, о чем я говорю. И, соответственно, вот эти два момента, промывание носа, а также исключение молочной продукции. Дома полностью мы исключили молочную продукцию, в садах дети едят то, что им дают с молочного стола, но это минимально по сравнению с тем, что было раньше в их рационе. Раньше я вообще считала, что молоко, это, в общем-то, основа их здоровья. Много раз рассказывала, как много пили они конкретно молока и как много сыров они ели. Сыр у нас был всегда на столе. В этом году к стандартному промыванию соляным раствором носа я добавила также несколько капель перекиси водорода. Сколько я добавляю? Примерно на полстакана я добавляю хорошую столовую ложку воды. Щипет ли ребенку нос? Да, щипет. Щипет несколько меньше, если все-таки не разбавлять вода плюс перекись, а добавлять всегда соль, щипать будет меньше. Но достаточно одного промывания. Как промывать при помощи перекиси водорода? Ребенку нужно механически очистить нос, то есть попросить его посморкаться, если он не может этого делать сам, необходимо как можно эффективнее освободить его от этой слизи при помощи, допустим, специальной груши. И только потом вы промываете нос. Поэтому в таком случае промывание будет гораздо более эффективным. Вам достаточно будет одного промывания. Как промывать нос ребенку при помощи раствора вода и перекись водорода, возможно, соль? Я всегда промываюсь сидя. Ребенок садится, я беру шприц, конечно же, без иглы. 10 мл, если найду, 5 мл, если не найду. Ребенку вот здесь держу небольшое полотенце. Соответственно, все, что стекает, стекает сюда, доставляет минимальный дискомфорт ребенку. И впрыскиваю в одну ноздру, и в другую, если он позволяет, сразу. Раз, два. Потом у ребенка начинает жечь, и жечь начинает не сразу. Щипать начинает не сразу. Поэтому, в общем-то, когда он уже, что называется, начинает чувствовать вот этот дискомфорт, который, кстати, очень быстро проходит. Если вы себе промываете нос перекисью водорода, то есть раствором из воды и перекисью водорода, вы поймете, что болевой эффект, он очень быстро уходит. Обжигающий, точнее, эффект очень быстро уходит. И что я могу сказать вам, дорогие мамы? Я должна была применять все эти промывания носа заново, потому что Данечка начал у меня детский сад. И могу сказать, что это перевернуло мою материнскую жизнь просто на 180 градусов. Потому что я уже с ужасом ожидала того, как мы будем снова болеть. Потому что маленький ребенок, который начинает детский сад, мы все знаем, как часто он болеет. Но нет, в этом году, вообще, на самом деле, Данечка, ему скоро 4 года, он ни разу не принимал антибиотики. И вообще, на протяжении последних двух лет об антибиотиках даже и не заходила речи. Соответственно, промывание носа не просто соляным раствором, а при помощи перекиси водорода. Это то, что может вас, скажем так, избавить от необходимости постоянно промывать ребенку нос. Как было с габрюшечкой, когда мы держали ситуацию под контролем. Совершенно точно могу сказать, что если вы будете применять раствор перекиси водорода и воды, промывать вашему ребенку, как только вы понимаете, что вы выходите на вот это изменение цвета слизи, которые выделяются у ребенка, соответственно, 3 дня промывания, сколько раз промывать день, 3 раз совершенно точно достаточно, 1 раз, 1 раз для маленького ребенка этого более чем достаточно, чтобы насморк прошел раз и навсегда. Чтобы вот этого наслоения бактериальной инфекции не было. Хотя, на самом деле, я сейчас сказала некорректно, речь не идет о том, чтобы насморк прошел. Речь идет как раз таки о том, чтобы не было наслоения бактериальной инфекции, потому что нет среды для бактериальной инфекции. Ну и последний момент, который я считаю очень-очень важным и которому я раньше не придавала значения, пока не встретила очень интересную статью, где было написано, что любое активное движение, например, бег, вызывает в организме человека выделение слизи. Слизь есть у нас, как правило, всегда у современного человека, наверное, всегда. Это связано с нашим питанием, и наш организм избавляется от слизи определенным путем. Если вам интересно, загуглите. Здесь я на этом останавливаться не буду. Но чтобы от этой слизи освободиться, и опять же, вот очень был хорошо приведен пример, и те люди, которые бегают, совершенно точно знают, что когда ты бежишь, вот даже если у тебя нет кашля, ты всегда будешь как будто бы пытаться прокашляться. А даже если у тебя нет насморка, у тебя всегда потечет нос. Неважно, ты бежишь в холодную погоду, либо в теплую погоду, нос, как правило, начинает, что называется, подтекать. Вот это и есть не что иное, как освобождение организма от слизи. И я не придавала тому значения, что мой ребенок в прошлом году, речь идет снова о Габри, которому дали направление в паду на удаление аденоидов, что он в прошлом году начал заниматься футболом. Поверьте мне, футбольные тренировки выдержат не каждый взрослый. Те тренировки, которые проводятся для детей 5-6 лет. Это все тренировки, как правило, под открытым воздухом, под открытым небом. Если небольшой дождь, дети тренируются. Если небольшой снежочек, дети тоже тренируются. Повторюсь, под открытым небом. Тренировки в закрытое помещение переносятся крайне-крайне редко. И если это и происходило, то это всегда неотапливаемые помещения. Это просто некий натянутый купол, где просто не капает дождь, куда не попадает дождь. Соответственно, вот такие тренировки никак не ухудшили положение Габри, чего я очень боялась, а наоборот, но я этого не заметила и с этим не связала, привели к тому, что Габриэль в прошлом году вообще, после вот этого посещения врача, вообще ни разу не болел даже с повышением температуры. В этом году бегают все трое наших детей, но Егор бегал всегда, и давно он начал это делать. Габрюшечка начал бегать 4 года, а Данечка начал бегать 3 года. Вот мы сейчас были почти 2 недели на каникулах, и, наверное, из 14 дней, 10 дней, каждое утро мы со своими детьми бегали, потому что теперь я совершенно точно понимаю, если раньше я не видела этой связи, теперь я совершенно точно знаю, какой механизм в том, что касается улучшения именно здоровья, либо профилактики здорового состояния у вашего ребенка, может быть, если он элементарно бегает рядом с вами. Безусловно, в своем темпе вам придется подстраиваться под него, но какая-нибудь 10-минутная пробежка, кстати, я спросила мужа, как ты считаешь, сколько Даниэль пробегает? Безусловно, останавливаясь, безусловно, отдыхая, Даниэль пробегает примерно 2 километра. И, как я сказала в начале видео, Данечка в этом году болел, возможно, 1-2 раза, но это было несравнимо, течение болезни было несравнимо легче с тем, как болели мои двое старших детей. Поэтому совершенно точно, если вы хотите избавиться от отидов, вам в помощь, хотя бы на время исключить молочные продукты, все, абсолютно все молочные продукты из рациона вашего ребенка, практиковать промывание носа, ну уж как минимум, с солевым раствором, желательно, хотя бы с несколькими каплями все-таки перекиси водорода для начала, и какая-то физическая активность, кстати, это не обязательно может быть бег, это могут быть беговые, лыжи, это что-то должно быть активное, где ребенок разогревается очень сильно, потому что вот это выделение слизи, что у ребенка, что у взрослого человека происходит как раз-таки, когда мы достаточно разогреты, а разогреться мы можем делая, совершая точнее какую-то действительно очень активную спортивную нагрузку, прыжки, бег, бег на лыжах и так далее. Желаю всем здоровья, желаю здоровья вашим детям, с вами же на этом прощаюсь, это Полояна Скворцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока!